МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллектив обследует ежедневно. Процедура стандартная. Утро на проходной начинается с измерения температуры тела. Если имеются какие-то подозрения, то, соответственно, людей отправляют в медпункт. И дальше уже более детально там осматривают человека. На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 регулярно проводится санитарная обработка. Еженедельно команда профессионалов дезинфицирует щиты управления, коридоры, комнаты приема пищи и бытовые помещения. Персонал обеспечен масками, растворами и антибактериальными салфетками. Оперативный состав ТЭЦ работает в круглосуточном режиме, смена по 12 часов. Дневной персонал трудится на удаленке и вызывается на работу в случае острой необходимости. Отопительный сезон почти завершен и наступает время обновления. На ТЭЦ-1 уже стартовали ремонтные работы. В связи с модернизацией на предприятии приглашены подрядные организации. Людей в помещениях прибавилось, протоколы в безопасности тоже. Руководители ТЭПлюс ввели новые правила работы в помещениях. Введен жесткий запрет доступа на щиты управления для ремонтного персонала, для персонала подрядных организаций, для персонала сторонних организаций и даже для руководителей ТЭЦ. Без средств защиты доступ на щиты управления запрещен даже руководству станции. Коллектив ПАО ТЭПлюс правила соблюдает. Того же руководители компании ожидают и от ульяновцев. Стоит отметить, что самоизоляция не освобождает людей от оплаты за отопление и горячее водоснабжение. Разумеется, рисковать здоровьем в очереди в кассу не обязательно. Платить за коммунальные услуги можно, не выходя из дома. Удобно и без комиссии. Достаточно воспользоваться онлайн-сервисом от Сбербанка. А во время соблюдения режима самоизоляции ульяновцам не придется сидеть дома без горячей воды. Руководство компании ТЭПлюс идет навстречу жителям города. Гидравлические испытания решено перенести до завершения действия режима повышенной готовности. Виктория Черкова, Новости Улправды ТВ.